Всем привет! Добро пожаловать на канал Норникеля! В эфире еженедельный дайджест новостей компании. Не забывайте подписываться на наш канал и включать уведомления, чтобы не пропустить самые важные события. На этой неделе Норникель презентовал результаты в области устойчивого развития за прошедший год. Топ-менеджеры компании в прямом эфире рассказали зрителям о реализации крупнейших экологических и социальных проектов. На мероприятии выступили Андрей Бугров, председатель совета директоров. Станислав Селезнев, вице-президент по экологии и промышленной безопасности. Лариса Зелькова, старший вице-президент, руководитель блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью. Сергей Степанов, старший вице-президент, производственный директор. Антон Берлин, вице-президент, руководитель блока сбыта и коммерции. Вячеслав Петисов, посол доброй воли ООН, депутат Госдумы. Максим Миронов, директор агентства развития Норильска. Представители Норникеля поговорили о снижении выбросов диоксида углерода, трехлетней программе обновления всей инфраструктуры и о реновации Норильска. Норникель не перестает внедрять передовые экологические технологии. На этой неделе проект «Чистый Норильск», направленный на благоустройство и рекультивацию земель, стал победителем премии «Экотех-лидер» в номинации «Лучшая экологическая программа». Награда вручается за достижения в области разработки, внедрения и продвижения экоинноваций. Компанию на мероприятии представлял Андрей Радунцев, начальник управления по работе с территориями и благоустройства заполярного филиала Норникеля. Кто проживает в Забайкальском крае? Специалисты Сибирского отделения Российской Академии наук завершили исследование фауны в районе Быстринского ГОКа. Орнитологам встретились синицы, пеночки, овсянки, дятлы, цапли и глухие кукушки. Как отметили специалисты, для территории, близкой к производству, это удивительно. Зоологи приступили к работе в середине июня. Им удалось зафиксировать сибирских косуль, волков, лисиц, зайцев-беляков, белок и два вида боровой дичи – каменных глухарей и рябчиков. Исследователи заметили, что после зимнего учета животный мир в окрестностях комбината стал намного богаче. Но на этом изучение биоразнообразия не заканчивается. В июле производственную площадку посетят гидробиологи, которые проведут исследования водных экосистем, водорослей и рыб. Мы обещали, мы рассказываем. Сегодня мы расскажем вам про Эко-челлендж 4. На старте Эко-марафона понеслось. В этом году волонтеры навели порядок сразу в двух местах – в ленд-арт-парке Тужи и в поселке Таежный. Они разровняли тропы от колеи и очистили лес от сухих веток, а также убрали мусор и камни с дорожек. В этот раз количество активистов рекордное – более 100 человек. В Эко-марафоне приняли участие все сотрудники – от горнорабочего до руководителя подразделения. Друзья, теперь у вас есть возможность попасть в наш еженедельный дайджест. Оставляйте комментарии под этим видео. Лучшие комментарии и их авторы попадут в наш следующий выпуск. Субтитры сделал DimaTorzok